Пятый раунд переговоров между Евросоюзом и Великобританией во многом имеет стратегическое значение. После него на саммите ЕС 19 октября лидеры Евросоюза должны решить, переходить ли к торговой части переговоров. Ожидания экспертов, впрочем, от пятого раунда пока не очень высоки. Брюссель обеспокоен возможным политическим кризисом в Британии после того, как в консервативной партии стали раздаваться призывы к отставке премьера Терезы Мэй. Премьер-министр, между тем, выступая в парламенте, попыталась развеять опасения ЕС на этот счет и заявила о необходимости найти нестандартное решение для новых экономических отношений с Евросоюзом после Брекзита. До сих пор камнем преткновения на переговорах по выходу Великобритании из ЕС была сумма развода. Другими словами, сколько и за что Великобритания должна Брюсселю? А также вопросы, связанные с правами граждан ЕС, живущих в Британии и судьбой Северной Ирландии. Предыдущий раунд переговоров завершился без существенного прорыва. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне заявила, что не готова делать Евросоюзу дополнительных уступок и в очередном раунде переговоров по Брекзиту. Глава британского правительства призвала Брюссель проявить большую сговорчивость, чтобы, наконец, добиться прорыва. Мы хотим найти креативное решение для новых экономических отношений, которые могут способствовать процветанию наших народов. Но мы не хотим соглашаться на принятие модели, которая принесет пользу только другим странам. Поэтому мы уже отвергли идею сотрудничества, основанного на так называемом европейском экономическом партнерстве. Пока единственным вопросом, по которому сторонам удалось достичь предварительного компромисса, является тема прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании. В ЕС, в свою очередь, ожидают уступок от Великобритании и проводят аналогии с мячом. Подчеркиваю, что сейчас он, по мнению Брюсселя, на стороне Лондона. На этих переговорах существует четкая планомерная последовательность. И до сих пор на первом этапе не было найдено решение, которое бы касалось процесса развода. Поэтому мяч сейчас находится, по нашему мнению, на стороне Британии. Очередной раунд переговоров проходит на фоне резких скачков курса британского фунта стерлингов. На прошлой неделе он ушел в пике на фоне разговоров о возможных перестановках в британском правительстве. Фунт стерлингов на этой неделе, тем не менее, вновь начал расти по отношению к большинству мировых валют, после того, как появились сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попробует укрепить свои позиции за счет перестановок в кабинете министров в свою пользу. Кроме того, статуправление Великобритании пересмотрело данные о затратах на рабочую силу в первом полугодии, что также оказало поддержку фунту. Британское издание «Телеграф» пишет, между тем, о том, что Великобритания может присоединиться к североамериканскому соглашению о свободной торговле нафта, которое сейчас действует между США, Канадой и Мексикой. В Лондоне рассматривают такую вероятность на случай, если переговоры о доступе к единому рынку ЕС после Брекзита не принесут желаемых для Лондона результатов. Если это произойдет, то на экономический союз между Великобританией, Канадой, США и Мексикой будет приходиться 30% от мировой экономики. Продолжение следует...